131 день до юбилея Победы. Подготовку к этому важному мероприятию обсудили в Министерстве социального развития региона. Там прошел пленум организации Российский союз ветеранов. Ветераны и чиновники поговорили о патриотическом воспитании и о том, как сделать так, чтобы 70-летие Победы запомнилось всем поколениям. Подробности у Анастасии Куклевой. Внесенные знамя Победы символизируют открытие пленума. В зале ветераны они же участники и почетные гости. На пленуме представляют региональную общественную организацию Российский союз ветеранов. В Министерстве социального развития региона обсуждают предстоящий 70-летний юбилей Победы. Осталось 131 день до Великого праздника Победы. И поэтому у нас в области и в стране идет широкая масштабная подготовка к этому событию. Создается новый музей трудовой славы. Идет акция вручения знамен Победы. Идет акция посадка 300-1000 деревьев по числу тех, кто не вернулся с фронта. Красной нитью на заседании проходила тема патриотического воспитания молодежи. Мнение участников пленума сходится в едином. Подрастающее поколение плохо знает историю Великой Отечественной войны. Ветераны считают, что школьникам и студентам нужно чаще общаться с ними. Провели, можно сказать, живую беседу с участниками боевых действий. Это доходит до каждого мальчишки. Они вот подходят, трогают медали, трогают ордена. У них такое наступает волнительное состояние. Они хотят говорить и о своем дедушке, и о своей бабушке, где они, что были, как и как. 326 тружеников тыла проживают в домах-интернатах для престарелых под опекой Министерства социального развития. Также ведомство ведет постоянную работу с ветеранскими организациями. К юбилею Победы они подходят с большой ответственностью. В честь памяти каждого года войны министерство планирует высадить 70 кустов растений. Это акция «Память жива». Суть этой акции заключается в том, что мы должны выявить проблемы бытовые, социально-бытовые ветеранов. И, безусловно, решить эти проблемы. Не обошелся пленум и без награждения. К 55-летию ракетных войск стратегического назначения ветераны-ракетчики получили юбилейные медали. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.